А судя как раз-таки по сигналам, у нас драфты готовы, и мы как раз-таки их и будем наблюдать. У нас уже первая стадия банов закончена. Даззл, ТБ, Таск у нас убрали по Вага, в свою очередь Вега убрали Магнуса, Ио и Беста. Вот Вега, молодцы. Впервые увидел три максимально правильных бана в текущей мете, когда у врага в ферст пик. Кстати, по поводу этих команд хотелось сказать, что Вега выглядела довольно хорошо в плане защиты своего мидера. При том, что у них был СФ, они вовремя ротировались, вовремя его защищали. Постоянные стяжки были, да? Да, а как мы понимаем, по Ваге это люди, которые любят играть от темпа, агрессивно бежать, давить за пушками и так далее. И вполне вот такая стабильная команда, как Вега. Можно их понаказывать за это. Да, мне кажется, накажут. У нас ПА опять залетает на СОП. ПА плюс какой-то грим строк, возможно, будет. ПА, Лич. А что было в прошлый раз? ПА плюс 100. ПА и какая... Это был не Рубик, это был СПСВП, СВЕН был? Да, СВЕН, да. Но здесь мне больше нравится какой-то ПА грим, либо ПА... Пожди, кого я еще называл. Так, мое название. Кто подбустит, может, Венга какая-то... Это просто сейчас должен быть герой, скорее всего, не под комбинацией, просто сильный герой. Да, но мне кажется, это либо Лич, либо... грим строк, либо опять же СВЕН какой-то может быть. Кстати, вот против котла, как ты считаешь, вообще хороших героев контрпик против этого персонажа? Все-таки он достаточно неприятный по игре. Ну... Фурион, посмотрели они на игру. Я думаю, я думаю. Ты пока думай. Кстати, одного я могу назвать, и на нем у Веги есть один игрок, Maybe Next Time, Баунти Хантер. Очень, кстати, неприятный. Вот и СВЕН. Понимаете, вот я смотрю в прошлую игру, вот бегает этот котел, вот его на карте убили раза 2-3, он отпушивает линии, его очень тяжело убить, потому что он быстрый и супер задолбанный, из силок стреляет. Вот у него тысячи на творце его убивают, убивают, а потом приходит в драку, нажимает одну кнопку, ставит вот этот шарик, который делает ультра много. Поэтому, мне кажется, вот явной контры этому герою просто нет, он будет просто очень полезный. Ну да, помимо того, что шарик сложно разбить, еще и блайнды есть, да, которыми разбрасывают это. Да, 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 в этом проблема, потому что слишком много ресурсов нужно, чтобы его убить, и вот у него будет там тысячу денег или там пять тысяч, абсолютно неважно. Он поставит за месяц этот шарик имбовый, и уже будет тяжело. Кстати, бан на Брю мне очень нравится. Эти должны банить Дарксира, да, убрали, потому что вчера как раз у Паваги был похожий пик, был Дарксир, и был еще какой-то персонаж, уже сейчас точно не вспомню. Помню точно, что с Веной не керри сделали, а, и земля, по-моему, еще была какая-то. Да, единственное, вот что сейчас в Веге, это важно, поскольку Павага часто играет через активного мидера с Пикачу, им важно опять не взять какого-то вот этого дурацкого СФа, который будет АФК-фармить вместе с Мортрек. Вот, при этом, если это Фурион тройка, то это тоже герой, скажем так, жадный. Так, вот вопрос какого-то Оракла, я не знаю, будут банить или нет, и, в целом, могут ли Вега пикнуть этого Оракла против Свена и Котла. То есть, в целом, это достаточно неплохой контрпик и подсейв для Пашки. А почему против Котла он контрпик? Не, ну, Блайндер только в том плане, что снять. А, это ерундаш. Ну, отчасти да, но подсейв хороший, от Мэджика, плюсы Оракла, то, что это просто сейв, это герой, который именно от Мэджика дэмэджа очень круто сейвит и снимает всякие неприятные добавки. Просто, когда на тебя вот бегут прут, короче, толпа с умонами бить пушку, и ты вот на Оракле стоишь, смотришь на эту игру, стришь, не откинуться не можешь, ничего. Сейчас посмотрим, что... Мне кажется, должна быть земля для, вот, классный пик был бы земля для Веги. Точно. То есть, земля Фурион, это круто. Земля Фурион, то есть, Баратрум Фурион, вот это, ну, классная, скажем так, сапога. Да, Мэджика, то есть, в идеале, Тускар, это сейчас самая сильная комбинация, но альтернатива это земля, это, действительно, это Баратрум какой-то. Да, во-вторых, там котел, потому все-таки нет. Вот, Баратрум, скорее всего, Блэйдамин останавливает. Да, он останавливается, он останавливается. Тогда, по идее, нужно брать здесь этого. Минус Акс. Землю сейчас. Если играет, конечно, господин, кто у них там? Мэйби. Мэйби, next time. А может быть, будет Баунти Хантер? Кстати, да, Баунти тоже рабочий, милишник. Да нет, я больше в землю верю. По игре он сильнее, однозначно. В паблике весело играть с тройкой. Бх, в начале патча очень был частый гость в пабе, прям суперчасто его пикали. За счет переработки как раз-таки Дженады. Да, и мы там еще перестали в начале брать инвиз, то есть все ему в основном брали вот эту Дженаду на первом левеле. И крали, крали. Мерзкий, неприятный. Точно нужен милишник контактный, который проводит тимфайт. Да, земля, очевидно. Это очевидный пик, это и сильный тимфайт, и дополнительный мэджик. Так, Аповага у нас сейчас должна открыть, по идее, героя третьей позиции, либо они по идее еще не знают, куда идет Фурион. Будет ли это повторение, как во вчерашней игре, когда может Свен пойти на первую позицию? Кентавр. Точнее, на керри. Что-что? Свен, вот пока непонятно, да, будет ли это у нас четверка? Может быть. Или был у нас корр. В пашке он армористый. Я думаю, если они видят, что Фурион позиция 3, да, вполне могут сделать. Могут. Мы видели уже Свена и Кентавра. ТБ у нас баня, Фуриона, ой, Морфа, ты уже не хочешь пикать, потому что там земля, и Фурион с землей придут, во-первых, тебя на лайнер. А теперь, кстати, ворок вам выглядит интересно, вот именно теперь. Потому что он точно, дело не в том, дело в том, что он выиграет точно линию Мортерд, поскольку он релитейт сможет пуржить, и потом пуржит баф Свена. Вот сейчас, как бы, он выглядит интересно, потому что пикать его против Котла и Свена, это, на мой взгляд, недостаточно. А вот то, что он сейчас уберет полностью весь урон Кентавр, вот это уже интересно. Если нет, тогда, опять же, скорее всего, хочется иметь тимфайт героя, причем желательно, который может быть потенциально силен против Свена. Я, может быть, думал даже о какой-то Винтере Виверне. Винтере Виверне? Да. Нечасто гость, кстати, в последнее время. Тимфайт, тимфайт. Не сам похоже, есть лич, дефотный лич? Ну да, либо лич. Когда у тебя фурия Фурион, тебе нужно в любом случае тимфайт. Ну, что-то из этого сейчас появится. Либо же могут взять мидера, а, нет, подожди, мидера они не будут брать, потому что у них ласпик, да, извините. Они сейчас с суппортов встретили. Суппорт, сейчас должен быть суппорт на тимфайт. Все, все, все. Еще она тимфайт, потому что фурион. Я пока уже, вот у меня уже в голове выстраивается тут тоже пик, пока я вижу по ваге все-таки то, что Свен скорее керри. Рубик еще может быть. А, апсид. И что, и сейчас будет пугна? Причем пугна здесь очень хороша. Против АД, против Пашки. Не рано ли коров своих раскрыли у нас с Вега? Рано, тем более, что... Тем более, вот здесь сейчас пикается пугна, причем Пикачу играет на ней. У них ласпик, это вообще абсурдно. То есть, я, знаешь, пойму только, как, если они фурион сделают саппортом, который будет Пашки секьюрить лайн, и доберут какую-то сильную тройку, когда уже поймут, кто керри у Веги. Типа увидят условно то, что Свен керри, и возьмут, к примеру, какого-то бэтрайдера. Тогда я могу понять. Очень интересно. Медуза. Странный для меня пик. Это позиция 1. Медуза, что она еще дострадает, по-моему, даже, да? Да, вообще, это такой матчап. Не, ну, смотри. По игре... Если бы она наоборот, я понял бы. Вот это вообще считается как контрпик против Медузы. Поэтому мне Медуза пока не очень нравится. Короче, странно. Судя по всему, по Ваге немного отошли от своей схемы. Так, что у нас Вега должна забанить? Возможно, они разочаровались в ней после вчерашнего дня. Я не уверен. Да, Пугну все равно должны какую-то у нас Вега убрать. Мне супер непонятно, почему нету Пугну. Вот прям супер непонятно. Потому что Свен, Коттл... Короче, сейчас, Пугна может быть... Она тут супер крутая была. Да, блин, даже на тройке может быть. Может быть, Медовой, да. Медуза, керри. Короче, да, опций много. Пугну стоит убирать. Не знаю. Наверное, команда что-то знает друг от друга. Вингу убрали почему-то. Или они, может, вообще ничего не знают? Нет, ну, может, Пугна в бане. Но вроде нет. В играх при соло узнаешь ничего, ты не знаешь. Нет, судя по всему, команды играли друг с другом. И это очень странно. ЛД там я вижу, да? Убрали Батруху. А, Брату. Нет, Бэтрайдера убрали. Кстати, вот я про это думал. То, что сейчас уже выглядит так, что Скай... Сейчас, секунду. Давай так, чтобы я не запутался. Куда у нас Скай этот уходит на центральную? Слушай, еще Скай может быть мид, Медуза может быть керри. Может быть, Свен, Кэри, Медуза, 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 Четверка. Может быть так, да, еще. Две опции. Ну, для этих, для Веги мне сейчас нравится, кстати, возможно, какая-то Пугна на тройку. Никс. Ой, нет, все. Заканчивайте. Играл я Никсом против Медузы. Не понравилось мне. Но он здесь типа, вот якобы контрпик против Скай против Медузы, но на деле это неэффективно. Да, Свен в позиции 1 и Медуза в позиции 2. Короче, в чем минус Никса тройки? Лайн ты зачастую проигруешь, чем выиграешь. Ну, и уже от этого как бы по игре сейчас очень многое зависит. Пока у тебя будет там выкачанный Моноберн. Так, с другой стороны, понимаешь, Свен тут силен против только Фуриона и Никса, которые суппорты. Вот в этом прикол. Они послапались. Свен мне корень нравится. И так же он здесь с БКБ типа вообще суперкрут. Я не вижу, чтобы ему что-то делали. Вот все вражеские герои, как бы команды Вега, ему на самом деле с БКБ вообще ничего не делают. Ну, не, но ОД все равно всегда будет хорош. То есть он по ЦВ где-то может, до БКБ Свена, он прям супер ему мешает. Ну, и предпочтение по драфтам мы отдаем по Ваге, получается. Мне по Ваге больше нравится, а тебе? А тебе, Саш? Мне больше Вега нравится. Ну, больше Вега? Там совсем чуть-чуть, там где-то 55 на 45. Хотя бы где-то у нас мнения сейчас разошлись, посмотрим. Вот это действительно интересно, и как раз таки интересно, что говорят ЕС.Бет по коэффициентам на это противостояние. 1,57, 2,31. Тут, слушай, на ПВагу хороший коэффициент. Неплохой коэффициент на ПВагу, действительно, друзья. Сейчас заливать буду. Именно, и как раз таки, друзья, если вы решите ставить, то не забывайте, что на все матчи на vplay Winter Madness наш партнер ЕС.Бет подготовил страховку на ставки. Ссылка находится в описании, и, конечно же, регистрируйтесь прямо сейчас, а мы передаем слово комментаторам. Это Каспер и Фоливер. Да, дорогие друзья, добрый день. Рады вас приветствовать снова. Очередная игра с командой Vegas Squadron. Теперь их оппонентом является ПВага. До этого мы посмотрели на их потуги в попытках обыграть пангалиров. Не совсем удачно получилось. Я уже выслушал мнение наших аналитиков. Что думаешь, Роман? Тяжело будет по Ваге. По Ваге, Равага, в общем, им будет тяжело. Понял. Да. Понял твое мнение, четко и ясно. Хорошо, перетягиваемся к самой игре Медуза. Так, быстренько, наверное, взгляну на героев. Посмотрю, чего ждать, когда их увижу, естественно. Так, Никс у нас, Никс, бок о бок с Медузой в одной команде находится, или все-таки они являются злейшими врагами здесь? Я пока вижу только исключительно догон этого Никс Ассасина и пенечка, который бегает за ним. Я точно помню, что была Вега с Фантомкой и Нейдж с Профитом, поэтому, видимо, Никс здесь выступает монетом. Да, играет, причем на этом Никсе Кезу, так что это оффлейн Никс Ассасин. С одной стороны у нас Old World War, против которого Никс хорош, а с другой стороны есть Медуза, Скаймаг, котел, которым тоже можно доставить неприятности за счет этого всего. Вообще, да, Медуза по очевидным причинам его не любит, но также Скайрос Мейдж из-за колоссального желания иметь побольше интеллекта для того, чтобы там голуби били посильнее, да, а тут у тебя есть Никс, который тебя напрямую контрит. Это твое желание. Так что будет не очень удобный котел. Нет, Жук мне тут очень нравится, поэтому, скорее всего, и будет тяжело, если Кез будет делать все ярно. Ну, вообще, в Кезу я верю. Мне нравится он и во время трансляций своих стримов, какие-то поучительные вещи рассказывает, фишечками разными делится, и, ну, вполне себе адекватный чувак. Да, то есть, составляет приятное очень впечатление после своих каких-то вот включений лайф. Так, здесь у нас борьба за руну баунти. Импейл был от Кезу. Сам стан от СВНа получил. Есть Ролинболдер, забирает по итогу руну. Maybe next time. И мчится у нас так же забирать еще и на вражеской. Нет, все-таки на своей части карты, ибо это была вражеская. А битый Кезу будет наверняка жить, где тоже за деревья нет смысла, наверное, пытаться давать станы и прочие. Распирит подстрахует. Просто съел танго, 14 хп регена. Спасибо еще манго. Хороший герой. Так, а когда-то эти манго единичку регена давали. Единичку. Ты брал щит, 4 манго, и все. И на этом игра для всех, кто стоит против тебя на линии, заканчивалась. Да, это наверняка даже делали герои, у которых в целом нету манозависимости и скиллов, которыми можно было пользоваться особо активно. Но иногда это все же могло пригодиться. Ну, так делали вот в то время, я помню, Никс, Сталкер, они просто вот с таким закупом приходили, и все. Там у Сталкера был родной регент, что-то в районе 5. Никс там с пятеркой, и плюс еще там 4. Он реально постоянно был под эффектом тангуса, грубо говоря. Так, ну вот Скаймага я на топе, конечно, вижу в плане иконки. Интересно, как он там нацелен на то, чтобы спамить постоянно, тратить все свои маны по схеме. Ныне популярно, не знаю, после траты всей маны идти куда-нибудь подражеский тавер, умирать, отправляться снова делать то же самое методично, раз за разом. Или же это будет попытка подвигаться немного по карте, не знаю, попугать немного Outerall Devour, разогнать ее под вышку. Хотя мне кажется, что в этом нет острой необходимости. Есть Mystic Snake у Пикачу, проблем особых с маной быть не должно и с моментами, где он ее может использовать снова и снова. Способность данную, естественно. Ну, вообще я не вижу, как здесь друг к другу, пока герои могут насолить. Вот в центре, да, это супер пассивная Медуза, ну, будет она бить Мейджа, ну, будет он там бить Крипов, ничего страшного не произойдет. Я думаю, ты тут прав. А вот сверху, пожалуй, будет самое интересное, потому что там сейчас самые активные персонажи находятся и уже пролита первая кровь. Кентавр, чешир на Кентавре, забирает Мадару. Да, очень просто получилось. Стан по двум героям и количества магического урона хватало, чтобы забрать Фантомку. Ну вот, неудача. Не самая приятная для себя нота начинает игру Вега. Так, Пексус своими пеньками должен сейчас выйти немного пошугать персонажа. Снизу тоже постоянный экшн. Котел, естественно, пытается поймать хорошую позицию, задавать. Причем, что приятного, это то, что если цель это Эр Спири, да, можно его сейчас сверху закинуть станом там Свена, чтобы гарантированно этот Эллиминейт до него долетел и много урона выписать. И, опять же, выбивать из него лишний реген или заставить его куда-нибудь уйти, отправиться обратно к себе домой на фонтан. Таким образом, он потратит время, Никс будет находиться один, будет очень зажато себя вести. Крепам его будут стараться не подпускать и где-то он будет просто не получать необходимый фарм или немного золота. Да, да, ему бы он не помешал. Тут сейчас на Пексу нападение пытается Мадара как-то это упредить и отвечает. А так, и пускай раз Мейджу, да, падает Скаймак, в итоге получилось все-таки выйти в размен, что, естественно, удовлетворяет. Фантом Ассасин. Мадару найдет Фантом Ассасин. Да, вроде как с мира двух саппортов, но видим, что Мадара тоже очень заметно пострадала. Пока не уже, чтобы стремительного количества здоровья росло, значит, фласки нет, приходится рассчитывать только на тангусы. Опять же, с таким количеством здоровья ты не можешь позволять себе действовать агрессивно. У тебя, правда, есть даггер, можно крипов хотя бы добивать. Ну, там еще просто Скаймак сейчас подойдет и будет вообще тяжело, да, вот мы и видим. Притом, он до сих пор без стика. Стоя против Скаймака на линии, то есть сразу берешь с собой рецепт, пару бренчей, ты вроде как находишься на линии, хочешь купить стики, здесь их собрать сразу, плюс курьер свободен и, получается, постоянно пользуется мидер, который не желает обычно, чтобы курьер кем-то другим использован был. Здесь я выбор понять могу. Очень часто даже в пабе перепалки идут за курьером на высоком ПТС, наверное, которого вначале пробуют другие игроки. Да, поначалу он очень высокоэффективен, но только вот в одну сторону он работает. МНТ, мы видим, спрятался в тени, пока его не заметили и идет атака сейчас по Медузке, но это так, это скорее разогрев был небольшой по Пикачу. В итоге, в итоге земель, видимо, решила развернуться. Да, 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 все, улетает maybe next time. Ну, там заранее был такой момент с попыткой под вышкой нападать на Медузу, которая все еще есть с мана и сейв ТП никто не отменял. Очень хороший момент, стан Свена и иллюминейт. Карапасы в колдауне как раз находились, выждали этого момента, естественно, игроки по лаге, но фраг сделать не получается. На топе просто дал довольно заметно Скаймак, фрактор до этого был сделан на Фантомке, и здесь нустан от Чирского Кота. Последний буквально удар умирает также Пексу даблкил для Кентавра на топе. Очень классная линия у по лаге. Да, Кентавр потрясно пока что действует, и тут Кезу есть неплохая возможность убить. Карапасы успевают перезарядиться, и Палантимос не вливает урона никакого. Очень круто душит Кентавр, вот что я хочу сказать. То есть он занимается именно тем, чем обычно Кентавры должны заниматься. Вот пассивные Кентавры, они отвратительные. Ну и я к тому, что если вы берете вот такого пассивного героя, то возьмите кого угодно, кроме Кентавра. Кентавр сейчас именно тем и хорош, что он может выдавливать с линии персонажей. Но мы и видим, что Скаймак тоже времени зря не теряет. Постоянно залетают голуби, и вот в комбинации два этих героя с жутким уроном Пашке шансов не оставляют. На Пексу. Пошел посражаться немного за Рону, но тут он рискует. Серьезно. Сломал. Знаешь, потенциально то же самое должно происходить, должно было со стороны поваги снизу, где Свен плюс Котел вроде как имеет возможность постоянно нападать через стан, потому что с маной проблем нет, помогает в этом плане Котел. Ну, не знаю. Плюс еще знаю, что такой момент, что Свен в целом может максить даже уровень стана на линии. Нет особой необходимости брать сразу Клифф, уходить куда-то в лес. Это вообще сейчас довольно мало распространенный вариант. Ты то есть фармишь себе на линии, все у тебя в порядке, внимания к тебе мало, кто привлекает. Ну, опять же, здесь проблема в том, что в Веге на топе сложности есть, они не могут просто взять саппорта своего, отправить на другую линию. Ну да, да, так просто нельзя делать. Хотя вот обратите внимание сейчас, что происходит. Сейчас с верхней линии была небольшая перетяжка, Фурион в сторону центра сместился, и также видели мы Эр Спирита. Эр Спирита, к слову, видят и по багой сейчас. У них стоит вард, вполне понятный для вот таких выходов с нижней стороны. Ну, Пикачу начинает поддушивать мейджа. Там реген появился. Может быть, Вега таким образом понимает, что Фантом сейчас пофармить не найдут, мы выиграем, попытаемся выиграть, я бы, положение на двух других линиях, и, возможно, это заставит в таком случае игроков по ваге сместиться также на другой лайн. Но, честно, мне нравится больше плане оффлейна, вот Кентавр на фоне с Никсом, потому что он быстрее в целом может, наверное, в игре это и быть задействован, хотя вот я смотрю на кольцо регена, вероятно, это сначала будет вангвард, только потом будет даггер, а с другой стороны Никс получит уровень 6, у него появится вендет, он сможет побегать по карте. Кстати, вот еще один момент классный по поводу Никс Ассасин, это то, что все же с вендетой он будет заставлять вражеских саппортов тратить деньги на сентрики, а это дополнительные траты, и, как известно, саппорты довольно бедны порой. Да, бывает такое иногда, ну, то есть всегда. Ну, знаешь, бывают такие вот какие-то кровожадные саппорты, которые начинают фраги делать и, точнее, участвовать в сражениях, а фраги достаются именно им, поэтому они уже там задумываются о будущем. Как ты хорошо перефразировал вот то, что они стилят все подряд. Ну, так бывает, они принимают участие, а фраги достаются им. Да, действительно. И сейчас пассивная довольно игра, 2000 золота на седьмой минуте за палагой, то есть медуза будет дальше. Нет, начало, начало у них и правда неплохое, и главным залогом этого успеха, как мне кажется, является вот это удушье по фантомке, которое сейчас идет там аж на пятом месте. И тут Чешир, правда, немного загуливает, но рядышком Skyros Mage. Skyros Mage не должен дать в обиды Чешира. У него еще 10 зарядов в стиках, у него еще хувстом, в принципе, все готово. Интересный такой прыжочек был от Мадары. И сразу же лошади. Лошади намекают, что ничего нельзя делать, Чешир подходит, есть неплохое оглушение, дабл-эдж и деревья. Слушай, а он ведь может здесь и умереть, да, потому что стики у него заканчиваются, вернее, они просто еще не откатились. 4 заряда было, но это новые 4 заряда. Старых 10 он уже прожимал. Да, Пексу сейчас должны будут убивать, голуби залетели, но Фантомка сама драться уже тут не может. Да, но все же Фойни разобрали и отдали саппорта, некритично. Честно, я гляжу на Никса, опять же, тайминг хороший с Карапасами, поэтому урона никакого. Я больше вот задумаюсь о том, что же нас ждет в логидгейме, да, это Свен и Медуза. То есть оба героя, их довольно сложно быстро убить и это явно непростая задача. Но на центре нападения на Пикачу, сейчас маны его лишают, игрока с ним справляются хорошо. Но это восьмая минута, то есть сценарий совсем противоположный будет, я думаю, минут спустя 30, если эта игра все-таки данную отметку перешагнет, потому что пока вот эта редкость скорее исключение. Пока игры за 25 минут заканчиваются, они обычно заканчиваются минут за 15, а еще 10 идет просто вот планомерное добивание, если, конечно, не происходит никаких сюрпризов. Но вот сейчас, сейчас неплохой отпор, Вега-Сквадрон начинают демонстрировать, они забирают Медузу в центре, начинают сразу же атаковать башню, ответ пока никакой не следует, вот сейчас пошел телепорт от Медузы, но это все не осталось незамеченным, там Пексу грамотно все подсветил своими спрутами, кто-то поднизу с Вентом атаковать пытался, хотел сказать башню, но нет, башня пока не тронутая стоит. Знаешь, будь на центре третий герой, они могли бы после ТП Медузу убить, попробовать повторно и гарантированно снести вышку, зная, что потом следующие ТП от героя будут длиться очень долго, могли бы воспользоваться ситуацией. Пока видим, что на ТПе лишена была Вега Т1 вышки, это первая вышка, насколько я понимаю, которая на карте уже была снесена, чуточку подожмут фантомку, заставят ее, возможно, уйти в лес, может быть, даже лучше так для нее, то есть меньше внимания, территория какая-то такая просторная, можно где-то мансить, скрываться в лесу, почему бы и нет, только вижна, наверное, какого-то лишнего надо. Главное ей хороший обзор организовать и дать побольше времени. Понятно, что чем лучше у нее стартовый артефакт, тем быстрее она будет разгоняться, но порой бывают ситуевины, когда ты просто идешь туда буквально с топориком и щитком и пачкой тангуса, потому что игра вынуждает так делать. Но это рабочая схема, рабочий вариант. Необходимо обеспечить безопасность этому герою. Сейчас поглядим, насколько наши слова будут верны в понимании Вега Сквадрон. Атака по Палантимосу, неплохо его выталкивают, потрясающая комбинация. Астрал в подкопник, Никса Ассасина и на этом атака от четырех героев заканчивается. Четырех героев. Сразу возникает вопрос, что это за исполнение и что за мисс коммуникейшн? Почему команда друг с другом не дает четкое распределение своих ролей и способностей, которые они будут использовать друг за другом? Крайне критично сейчас просто потратить столько времени и не заработать ничего. Да, причем сейчас в центре интересно, как это все будет развиваться, потому что опять неподалеку Никса Ассасин и может он сейчас наброситься на условного Пикачу. Кстати, он тут в невидимости, но Сентрик стоит на центральной линии, неплохо копает, подтягивается мейдж, еще одно глушение Пикачу без мана и все. Он должен очень быстро умирать, да, он должен умереть после Астрала. Так, все и происходит. 250 монеток. И в Карапасы Котел, кажется, только что ударил, он так немножко здоровье он потерял. Чирский код правильно сделан, понимал, что он сейчас просто дает возможность от Орл 2 воровать интеллект, смысла задерживаться здесь нет. Опять же Астрал, Эр Спирит будет лежить, или боюсь, что нет. Хотя хороший импейл от Никса, даются шансы, Эр Спирит, конечно получилось совсем неприятно. И тут Никс под Вендетой под ногами бегал. Мне кажется, что где-то в этот момент за кадром был поставлен Центрик, чтобы вот да, он на карте виден поймать этого Никса, но почему-то все игроки разошлись, а по одному они, конечно, ничего не смогут противопоставить Никсу. Ну, Смук при этом прожимает сейчас по Вага, куда они планируют идти Свен со Скаймагом. Шансы явно забрать героев есть, тем более, что 6 уровень получит Скаймагом. Значит, есть Мистик Флэр, это огромное количество урона под стан Свена, тем более, что он уровень 4. Да, то есть, как я и предполагал, стоит он себе на линии, Клива ему вначально просто не нужен. Ну, я скучаю по временам, когда приходит Свен на пак Энш, там огромнейший, прожимает Гад Стрэнш, там быстренько с ними справляется, много денег. Ну, да, это на комбо. Легчайшее убийство на Апексу. Да, реально, хорошее комбо, обидно только то, что Свен этим занимается, вроде бы герой, который там топ-1, и ему бы получше где-то, не знаю, там пятерные стаки древних бы, да, подфармить. А он в итоге выходит, пробегает, точнее, полкарты для того, чтобы бить условного, не знаю, кого угодно, кого угодно. 200 монет, они практически там, ну, не стоят, не стоят этих затрат. Ну, ладно, в любом случае, в любом случае, Свен пока что чувствует себя великолепно. 5-100, следом за ним идет ОД, а дальше уже Кентавр с Медузой. Ну, вот, три из четырех лучших Нетворсов пока еще за повагой, но Фантомка, обрати внимание, она уже дышит в затылок. Да, при том, что была, ну, скажем так, изгнана в лес. Единственное, что если глянуть на Свена и немного уделить ему внимание, то это... Что это за дерево? Некоторый разрыв шаблона, потому что у Свена два брейсера, а из-за собирает он Владимир сейчас. Многие, кто вроде как за Свеном краешком глаза следили, сейчас могут задать себе вопрос, а почему так? Опять же, команда планирует, возможно, бегать сообща вместе, при этом Свен довольно, может, неплохо затанчить, да, Дракнуча, хотя для этого, мне кажется, есть Кентавр. Но тут еще нужно вернуться к тому, когда появится Даггер и будет ли он вообще у Свена появляться здесь. Центровой фигурой все равно будет выступать наверняка Медуза, от которой будут отталкиваться, на которую ставку вот самую такую глобальную делать будут по ВАГу. Да, да, да. Свену нужно быть неплохим живым щитом. Вообще, это у него должно получаться, учитывая вот такое количество фарма и учитывая то, что еще Кентавр у него в команде есть. Так, и тут МНТ. Увидел, помните, Мосса фармящего, решил его немного спугнуть. Вот если отвлечься и вспомнить прошлую карту, то было видно, что у Вегги проблема с, наверное, какими-то решениями, стартами, врывами. То есть, если они в этой игре это исправят, то все должно быть неплохо. Но если это безнаказанные врывы Кентавра, Свена друг с другом со станами и огромное количество времени в Дизейбле будет проводить ОД либо Фантомка, то я не вижу проблем, при которых не получаться будет по Вегге с ними справляться. То есть, это выглядит как легкие фраги, причем такая вот очень простая, точная рабочая схема. Стампид был использован. Кого-то находили или... Ну, я просто смотрю, да, минута не пятнадцатая. Смотрю вроде бы по иконкам персонажей, да нет, никто никого не бьет толком. Бывает такое, может быть, одного героя там заметил Кентавр, потому что это Смуганг, да, и... То есть, лучше перебдеть, чем недобдеть. Главное, чтобы потом ты мог тоже бдеть, в принципе. Потому что, если ты сейчас перебдел, то потом, как бы, бделка, она еще там минутки полторы-две недоступна. Этим может твой соперник уже и пользоваться, если ты вдруг где-то ошибся. Да, ну пока равная игра, по-прежнему преимущества нет. По вышкам я вижу, что центральная вышка, по ваге была потеряна. Сами снесли два тавра, и вроде как неподалеку, возле Т2 на топе тоже ошиваются парочка персонажей. Стан Свена был по Д, это ни к чему не привело. Планетемс решает сюда убежать. Ренкезу под Вендето. Естественно, его невинной информации об этом толком нету, хотя вот пара вардиков могли его застить из драни. Свен довольно шустрым оказывается, не постреляется под МПЛ. Потягивается котел, есть отличный ультимейт Мистик Флэйр от Скай Мага. Здесь шанс ей забрать мейджи. И вот ультимейт Котла позволяет добить Алтуру Дуара дальше Кезу под прицелом. И Блайн Глайд от Семы. Второй фраг забирает по ваге. И третий остается здесь Maybe Next Time. Наверное, спирити, Роллин Болдер и наверняка от ТПаут, если он, конечно, супернет. У него ТП в калдауне, поэтому придется здесь надеяться на удачу и на то, что крипы его сейчас подсветят, найдут. Да, да, да. Убей ты их, просто убивай их уже, да. Хотя бы какое-то золото дополнительное получить. Но на него забивают, потому что, да, потому что необходимо ломать базу, башню. Котел Джеймс великолепно отыграл. В этом моменте сыграл прям суперкруто. А вот Кезу, которого я лично хвалил по началу этого матча, он допускает уже ошибку за ошибкой. Я имею в виду, что промах за промахом идут с его импейлов. То, конечно, ему там товарищи по команде немножечко поднагадят, то он сам немножечко не попадет. Но точности не достает. Это инфа сотка. А как так ПА-то хорошо фармит? Но уже там Кентаврика обошла, да, уже там постепенно до Свена с Медузой добирается. Никто ее не видит, никто на нее не обращает внимания, зато другие с периодичностью порой падают игроки веги. То есть это в целом устраивает по вагу. У Медуза, впрочем, тоже топовый натвор смеет, несмотря на то, что пара покушений более-менее успешных на нее были произведены до этого. Видим Фантомка 11 уровень. Демон Эдж в кармане будет. Это Battle Fury. Естественно, от этого отталкивались. Дальнейшие слоты тоже появляться быстро будут. Это все здорово. Но ситуация на топе... Кстати, по поводу Никса Сассина. Давай. Тут еще такая штука, что Вендетта и МПЛ. Иногда вот все хотят, игроки на Никса, ну, не знаю, все, не все, хотят сделать все идеально. Все хотят делать все идеально. И Вендету дать, и МПЛ при этом зарядить. Но ведь можно же просто дать МПЛ, гарантированно дать стант, получить необходимое время, чтобы урон внести, дать твоему персонажу бить. Но ведь иногда, наверное, стоит сделать вот выбор в пользу более верного варианта, где наверняка удастся, ну, хотя бы начать драку. Ну, сейчас, я тебе так скажу, что сейчас появилась еще одна отмазка в пользу вот этих Вендетта бойцов, которые реально постоянно дают тычку, да, и копают, к тому, что брейк, эффект брейк добавили, который вырубает пассивные способности. Проблема в том, что тут вырубать-то толком нечего. Да, можно там клиф свою энту подрезать на какое-то время, но если ты его убиваешь, клиф, в принципе, выключается на некоторое время. И да, я согласен с тем, что порой, да почти всегда, необходимо выдавать исключительно вот такой контролирующий импейл из невидимости, когда противник этого не ожидает. А так, да, так тяжеловато становится. Но, думаю, Кезу делает определенные выводы из того, что сейчас происходит. Пошел пока он там дальше сам пофармить. И интересны билды, потому что это, возможно, будет та самая игра, в которой все очень сильно затянется. Потому что вега, мы знаем, они редко куда-то ходят. Вот у них был крутой эпизод с убийством медузы в центре и атакой на вышку. Вот это то, что пока у них было единственное такого агрессивного и классного. Все остальное дальше, ну, просто, ребят, фармим, сидим на булке, не двигаемся. Поэтому тут от поваги в первую очередь будет зависеть то, насколько сильно эта игра растянется. Да, но они сейчас расставили вижн, забирают вышки, выполняют задачи. Все здорово. Но задел для лейта есть, естественно, у веги. Фантомка с Battle Fury наверняка уже начинает задуматься о следующих слотах. Никс, видим, купил миды с талант на золото, наверняка также выбрал, поэтому тоже довольно быстро будет собирать деньги. И вот он, я надеюсь, доберется до даггера, и нападения его будут явно более продуктивными. Потому что я вспоминаю когда-то игры, такого игры, как S4, и он на них все играл таким образом, что после покупки даггера всегда давал сначала стан, естественно, только потом давал течку с виндеты. Мне, то есть, это почему-то запомнилось, это тоже просто и эффективно. Пока размен вышками, Т1, правда, в Т2 и подтягиваются по лагу к хайграунду, кентавр, медуза с 10, и мы это дальше прикрывают. И во что это вылиться может? Это может вылиться в снос башни. Посмотри, уже куски отваливаются, минус Т3. 19-ая минута. Уже вторая игра у нас с тобой подряд, 19-ая минута, минус Т3. Да, на продолжение не будет, то есть пара игроков стянулись домой. Это не сильно пока и нужно, не сильно и нужно. Ты, главное, что делаешь? Ты открываешь доступ к святыням, ты забираешь следующего Рошана. На Рошане я бы не сказал, что какое-то преимущество там у одних или у других есть очевидное, знаешь, очень такое прям явное. Но, в общем, у Паваги есть с чем драться, и Вега Сквадрон тоже не пальцем деланные. Если там грамотно как-то Ник со своими карапасами войдет, помешает тому же котлу неплохо задувать, можно будет, да, проблемы создавать серьезные. Честно, я не то чтобы болельщик одной из команд прям до Талова, ну вот не хочу показаться фанбоем, но я очень давно не видел моментов, когда ОД наворвал в достаточное количество интеллекта, а Лу понет Эклипсом и вот чуть ли не всех игроков просто похоронит мигом. То есть, ну, я бы не отказался от такого сценария. Давай поглядим, смогут ли команда нам этот сценарий подарить. Хотя бы, хотя бы немножечко, хотя бы мельком вскользь посмотреть на эту теорию идеального замеса, ну, в данном случае это теория идеального Эклипса, да, получается. Да, ну, такое обычно бывает уже, наверное, в поздней стадии, когда талант, соответственно, появляется, интеллект довольно долго висит на ОД ворованный, и тогда можно хотя бы на это рассчитывать. Или хотя бы на сценарий, где появляется рефрешер или рефрешер с Рошана третьего, и можно лупануть двумя ультимейтами. Может быть, такой вариант тоже неплох. Но пока вот, как ты сказал ранее, были снесены святыни, да, теперь есть возможность падает Рошан. Догадки наверняка есть, но попыток что-нибудь изменить пока я не замечаю. Вот Эрспирит. Вот земель, земель мимо пробегает сейчас. Ага, скан используется. Полетел камушек. Камушек такой туда-назад. Ну, ничего не случилось. Рошан продолжает дальше падать. В пещере, естественно, никакого обзора у Веги нет. Пошел под копот. Кезу не особо провоцируется по ваге. И правильно делает. Туда еще земель, покатился. Очень круто его законтрили. И будут дальше добивать Рошана. Магнитай с неровным счетом ничего не изменит. Мадара прыгает в драку. И выпрыгивает? Да ладно? Я думал, что тут сказать. Ну, так и умирает. Достаточно бездарный. Нет, выпрыгнул. Зараза. У меня тоже было желание огромное. Вот поругать его немножко. Потому что он шел с мидлейна. Должен был зайти в бочину. Такое ощущение, что его команда все это время ждала. И представь, каково это было бы просто зайти умереть. Ну да. Тут надо было бы выключать микрофон сразу. Потому что шквал эмоций не позволил бы ржаться так в прямом эфире. Ругался бы матом в прямом эфире? Ай-яй-яй. Ну, я бы себя сдержал. Так, нижний лейн на понятник. А я вот не факт. На Nature's Profit. А он всего-то саппорт, который пытается сделать ТП, но отпустите, парни. Не получается. Ой, как же под конец. А он, я почти был уверен, он считал, что уже улетел. Там уже реально вот эти буковки последние дочитываешь по слогам медленно. Да, вот они коэффициенты. Vega Squadron пока аутсайдер. Ну, пока. При том, что всего тысячу золота проигрывают парни. Это как-то очень безумно. Ну да, тут больше по темпу видно, что по багой все контролируют. Они захотели пойти, пошли сломали Т3. Захотели, пошли на Роша и не подрались. Vega опять действует абсолютно аморфно. Желешка. Ты его так шлепнул, и оно дрожит. Не трогаешь, ну и лежит себе спокойно. Ну, пока не шлепают Vega и дрожать, естественно, нечему. Идут, идут Pikachu, Palantimos. Все идут ломать Т2. Последнюю башню. Нет, не Т2. Мне показалось. Да, значит Т3. Последнюю башню. Вот так будет правильно. На верхней линии последняя башня. Так, ну, Кентавра здесь нет. Если что, он никак не подстрахует. Бегает, правда, Никс под Виндетто и Сентриков. Пока мы не замечаем. Поэтому есть возможность Кезу напасть именно на Скаймагу, убрать его первым делом. Вот он нападает. Хороший Виндетто, Импейл. Сален сверху был распиритом. Фраг этот был совершен. Достался он как раз распирит. Дальше стан Свен выписывает. Затыкает ОДС. Прутынин долго пожалеет. Задержает Свена. Видимо, Palantimosu здесь придется не сладко. Вся команда сейчас готова переехать. Роллинг Болдер. Аркан Арпы снова. Импейл Уникса успел откатиться. Да, и Мадара опять оказывается буквально в последнем кадре. И фраг даже не ему достается. Забирает его опять. Эрсу Спирит даблкил таким образом получая. А с чего все начиналось? Напомню, начиналось все вот с этого насекомого. Жучок. Очень круто зашел. По какой-то причине не оказался... А вот по какой причине. Потому что Джеймса не было там вместе с ними. У него находятся три сентри варда. Скаймак оказался полностью беззащитен. Вот абсолютно. А ему деваться было некуда. Ты отходишь назад, ты точно становишься жертвой. Ты стоишь рядышком, ты создаешь иллюзию того, что, а может быть, у тебя под ногами сентрик, и типа не подходи ко мне. Но Никс все проверил, подошел, четко убил одного, а там уже дело оставалось за мало. Вообще не совсем понятно, почему повага там вот втроем вот так вот вообще гуляли. Ты знаешь, что-то опять, мне кажется, произошло некое недоразумение, недопонимание между игроками команды, так как я только что увидел купленный Джейфо гем. И сейчас эта проблема явно отпадет на задний план. Плюс Медуза закончила Баттерфляй. У нас находит в лесу, через Мизик Флэр Саленс забирает с помощью вырыва Кентавра Outworld of Aura. Форстаф успел себе купить, но в таверне пройдет 40 секунд и как раз лишает себя возможности вернуться в игру посредством бэйбэка, если это вдруг будет необходимо. Но на карте нету внешних вышек. Да, да, да. Никс там увидел всех, сказал, что, ребят, это как бы не фейк, нас идут ломать на центральной линии Мадара. Приветики. Нажал БКБ. Ну и правда, а что ему еще оставалось делать? На Уилл Уисп, на Блэкинг Бар разменяли. Нельзя сказать, что какой-то равноценный размен произошел. Все-таки Фантомке нужно жить в драке, нужно уворачиваться от всех этих оглушений, от любого контроля. Падает и три. Просто спокойненько, спокойненько по ваге ломают башни, ломают казармы. А что вы им сделаете? Мне кажется, что если кто-нибудь возьмет на себя такую вот смелую задачу пересмотреть массу реплеев, ну окей, мы поговорим об этом. Потом пока стампит, поймали опять же Мадара, заткнули его с Аленсом, он без БКБ. Тут был импейл от Никса, неплохой, двух героев успел подкопать Кезу, Фантомка с Фантомстрайка ушла, Сонтиеклип задает нас мейдж, убивает СВ, натеряет от Орлду Аура Вега, также забирает Скаймага, пока в плюс для Веги Драка, это продолжается, на плюс сейчас откидывается Станом, делает тэп-аута попытку, но импейл Кезу не отпускает, 5 фрагов Тимвайп, оформляет Вегу Сквадрон. Как говорится, попытка неплохая, но возможно в следующий раз. Этот Earth Spirit, если вы успели увидеть, что он сделал, он сделал вот просто нечто, как говорится, он влетел в момент атаки противника, выдал камень по троим, и просто не позволил им нажать ни одной кнопки, хотя Фантомка там была вот абсолютно уязвима, а они просто стояли и смотрели, а дальше уже Никс подключается, и с импейлом, там тоже по троим кажется он попадал, и вот, вот казалось бы, все было под контролем по Ваге, вот смотрим внимательно, да, на Стампиде все забегают, и вот он Earth Spirit, камень, он уводит на себя троих, Никс также останавливает троих, правда уже другую троицу, а тут уже Outworld Devourer со своей ультимативной подошел, да, Мейдж там себя в жертву принес, но то количество урона, которое он успел влить перед своей гибелью, оно вообще никакой критике не поддается, это вот, это была та ситуация, где у Ваги все получилось, где у них получилось сыграть от обороны, вот то, во что они обычно верят, наконец-то, дало свои плоды, причем до этого у меня была мысль, я даже не знаю, вот теперь актуально ли ее высказывать, вот такая штука была, что, мол, кто-нибудь возьмет, да, посмотрит массу реплеев с участием одной из команд, возьмет все их ошибки, запишет на листочек и после этого просто издаст книгу другим командам, в пример, чего мы допускать не должны, скилл в КД не деремся, хайграунд нет вижена не деремся, и наверняка очень много еще других полезных крайних вещей можно будет туда добавить. Да, да, вообще Дота, там вниз летел курьер к Nature's Profit'у, хорошо, Дота в принципе это игра про размены, да, про то, как вы тратите одни ресурсы, противник тратит другие, идет оценка того, насколько вот вы в итоге стали беднее, и правда, ты говоришь, что вот нет обзора, ребят, вот нет обзора, насколько это для нас критично, вот мы не видим, где Никс Ассасин, мы не видим там, где может быть Earth Spirit, еще кто-то, это сильно опасно для нас, ну, наверное, сильно, да, там Жук просто вырубает у вас там полтора героя сразу же буквально двумя кнопками. Ну окей, тут еще можно сказать, что был гем, но с другой стороны может быть ночь, и Vision от этого страдает, где-то краешек, угол какой-то непроконтролирован был. Вардик бы какой-то где-то, да, там, не, ну они забегали на Стампиде, вроде бы все было неплохо, но так получилось, что против Стампида есть оружие, да, есть булыжники, есть импейлы, и вот так просто прямолинейно бежать не всегда будет получаться. Monkey King Bar на Phantom Assassin. Да, Медуза теперь не проблема. Агоним на Никсе. Агоним на Никсе, Кентавр вот заканчивает уже собирать деньги на то, чтобы Алибарду приобрести, впрочем, опять может возникнуть такая ситуация, где Алибарда повешена потратить в пустую. Ну, пока, я так понимаю, Павага ждет следующего Рошана, и все еще не закончился мейнтаймер, неизвестно, сколько еще времени потребуется. Сразу появляется, проверяй. Сейчас узнаем. Это будет здорово, на самом деле, если команда Павага далеко не будет от Рошпит отходить, плюс еще поднимет эти вот иллюзии, разведет их где-нибудь в удачных точках, оставив, давая себе информацию там, не приближается ли кто-нибудь к нам, а здесь смог в исполнении Веги, причем они могут выйти в бок, если им очень сильно повезет. Никс наверняка будет прокладывать дорогу первый под Виндетой, но вот у него форстаф, даггера нету. Неожиданно ножики разлетелись отовсюду, что же делать? Да, это дает нам намек на то, что Фантомка двадцатый перешагнула, получила крайне занимательный талант. Там котел снизу, вот он такой борзый, скажем, малый, и за эту борзость Джеймса сейчас начинают наказывать. Никс не успел закопаться, Фантомка запрыгивает за котлом, убивает его, Уилл-Уисп использована и позиция, обрати внимание на позицию. Сейчас котел, вот это один из одного персонажа, ладно, из двух, там еще Медуза может как-то Змейкой поспамить. Кто работает на отпуш, кто не подпускает крипов к линии? С Рошаном ты фактически угадал, вот прямо сейчас появится там бонус таймер, минимальный получился. Дисюжн-мейкинг. Ну, тут по ваге, наверное, стоит идти, но Мадара БКБ прожимает, трещает пачку героев, все разбегаются прочь под стампидом, с Вен своим станом, Роспирита заткнул, был Стоунгейс от Медузы, не хотят вообще с Пикачу связываться парни из веги. Нажат у нас был Стоунгейс, Никс в ультимейте, закопался, Сентрик свой поставили ребята из веги, пошла драка и была убита Фантомка, теряет Медузу, правда, по ваге. Да, Кезу, Кезу сидит по-прежнему рядовой кучей, сейчас дает очень неплохой МПЛ, Полантимост, получает еще и булыжник. Да, мана у него пока еще есть, там, видимо, стики ему помогают и Скайрос Мэйдж разбирается с Аутурл Деваврором, Чушир запрыгивает на Кезу, Кезу просто не пробивают, не пробивают, еще один МПЛ, еще раз по два и Мэйбин и Кстайм вкатывается, забирают Кентавра и теперь остается тоненький, тончайший Скайрос Мэйдж. Ди, давай, найди его, взять, фас, убить. Как еще можно сказать? Не знаю, Кезу почувствуют или нет. Ну, да, чуть поздновато уже увидели этого Скаймага, но размен, в принципе, коров в коров, на одного героя больше потеряли повага, там, на Кентавра, если, да, вот по ролям говорить, но Рошан стоит и Рошана ни одни, ни другие пока что забрать не могут. Да, тут еще и в Рошане то, что кор-герои все мертвы, не подойти к хэгграунду, ничего не снизить, ни три вышку снизу, победить, как репе и, впрочем, были рядом, то есть таких опций просто нету. Очень смешные взаимодействия Земеля, Никс, пинающий его. Видно, что ребята только учатся ходить. Так, ну что, сейчас Фантомка из Таверны выходит, нужно уже подготавливать почву для убийства Рошана, причем я уже, честно говоря, сбился со счета у кого гем, и кто его забрал, кто его поднял, у кого он снова сейчас, у хозяев поваги, которые его купили, или все-таки Вега смогла отжать, где-то поднять из мертвого героя. Я полагаю, что гем последний раз я фиксировал в кармане у Никса. Ну, возможно, возможно. Вот сейчас котел, смотрю, там ходят, вардики расставляют, Maybe Next Time находят, и как же он угодил вот в такую пренеприятнейшую ситуацию. Жук выкатился на форстафе, сразу же ставится ему туда сентрячок, просветка, и гем еще надо сверху, просто положить на землю, чтобы он подсвечивал все вокруг. Так, ну гема, кстати, а, ну он же ушел с гемом, все реально. Да, да, он убежал. Да, ну просто я не знаю, без распирита очень трудно будет, да, здесь бой, и помешает забрать хорошо на пеньки, может быть, Никс со своими станами с огромного состояния. Кезу, Кезу сейчас закапывается, опа, импейл по двоим, и что ты будешь делать? А на него нападать даже просто некомфортно, максимально некомфортно. А он еще и с гемом там сидит, вардики подсвечиваю, да, вардик сломали, вот еще один импейл, пеньки и разведку проводят. Ну, слушай, могут попытаться сейчас проатаковать, да, Кезу заходит поглубже для того, чтобы выдавать импейлы еще более качественно, и поднимает двоих, тут же Уилу Уисп, Мадара запрыгивает на Скаймагу, убивает его фактически из двух ударов, нет, пока еще не убивает, Мадара, да что же ты делаешь, да просто развернись, нанеси ты ему тычку, но падает Рошан, Пикачу забирает эгиду, Мадара попадает под Уилу, Висп, мир, господи, это самое, самое неопределенное Фантом Ассасин, которую я видел в жизни, возможно. Так, у Кезу пока все в порядке, распилит его подсевел, толкнул куда-то подальше, хороший импейл подвоим, и Кезу повышает свои шансы на спасение здесь. Вот решает закопаться и скрыться просто от глаз. Опа-опа, пинговали, пинговали. Так, а как его тут найти? Возможно, заметили, возможно, просто заметили, где он спрятался. Ну, саппортов нету, сентри нет в карманах, рядом у этих героев, вероятно, с достами, поэтому Ник здесь просидит и просто уйдет, улетит, спасется, выживет. Это вот что-то из разряда, когда там в фильмах кого-то ищут, а он сидит, знаешь, на дереве там на высоте двух метров, а вокруг там бригада поиска с собаками, еще с кем-то. Примерно так же. Ну, лично мой МВП этого момента играл как раз G4, который хороший ульт поставил на котлей и не дал сделать ничего, отрезал, грубо говоря, игроков в веге друг от друга, и они взаимодействовать нормально не смогли. БКБ Фантомка потратила сперва, потом, естественно, оказалась в зоне действия ультимейта. Мой МВП это Мадара, который просто прыгает на Скаймага, оставляет ему 5 хп, думает, что он умрет, я не знаю, от чего-то, от страха, вот что-то в этом духе. Потом понимает, что Рошана добивает, идет на Рошана, понимает, что Скаймаг живой, разворачивается бить Скаймага, а потом опять забегает в пещеру Рошана. Что? Да, одним выстрелом двух зайцев, а здесь в итоге оба зайца выжили. Да, тут все зайцы живы. БКБ на Медузке. Важнейшее приобретение, так как Никс Ассасин с Аганимом, он просто прячется, и вот раз в 4 секунды тебя жжет, 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 жжет. БКБ вот дает тебе возможность секунд 10 самому всех вокруг жечь. Кентавр выбирает Эзериал Блейд, видимо, таким образом будет сейвить тоже тиммейта своих от Физуронда и себя. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Главное, от Деваурера так не спасать, когда он Эклипсов дает. Так, видел, Атос появился на Скаймаге, теоретически можно попробовать заткнуть, и... Ну, с Никсом сложно, у него форстаф есть. Ну, плашка, плашка вот хороша. Ну, там БКБ, поэтому можно просто заставить ее потратить. Ну, Этерспирит, если он без Юла, он, судя по всему, без Юла будет довольно уязвимой целью. Ну, все тот же Никс снова его форстафом подставить может, прямо из-под Мистик Флэра вытолкнуть. Будет здорово. Ну, Смоук, Палага на топе, кажется, зафиксировали местоположение. Нейчерс Профита прожимает Стампид, Пексу, бедолага ловит Стан, Свена, Кентавра, стирает с карты Нейчерс Профита. Представляешь, никого не трогаешь, тут на тебя Трикора выбегает из лесу с общим, там, Нетворсом, не знаю, тысяч в сорок, и ты такой 8900. Пуп. Ну, вот смотри, опять проблема, четыре героя здесь, Катланет без его ультимейта подраться будет комфортно, довольно проблематично. Да, так, а при чем Фурион? Он ведь нажмет выкуп и вернется. То есть, по факту, идет численное преимущество. Оно вроде бы и есть у Паваги, но номинально в случае драки его нет. И нет важнейшей ультимативной в Иллоуисп. Тут еще надо понимать, что был убит Рошан, есть Айгис и Сыр, и именно из этого сейчас противостояние, такое вот полноценное масштабное сражение 5 на 5 явно не на руку Веге. Ну, или только при определенном роде сценария, где они действительно забирают Скаймага, Катланет убивает двух героев, а потом кайтят просто персонажи, не давая им сделать ничего. Как известно, раньше очень, ну, вот, Свен известен был тем, что либо он берет даггер, да, очень шустро нападает первым, забирает героев, либо его просто в драке стараются кайтить. Да, тем, что он без ножек. Легендарный Свен без ножек, особенно против Фуриона. Ты помнишь эти легендарные? Это был шанхайский мейджор, кажется, где каждый второй Свен, я не знаю, суммарно за игру проводил там 40 секунд в спрутах у Фурича. Да, было дело. Тогда еще, кажется, Артизи или кто-то ввел эту моду на Battle Fury на Свене. Да, вот только хотел, кстати, об этом упомянуть. Вроде и сплэш есть, но все равно приходится бороться хоть как-то своими методами с подобным. Да, вроде команды есть, есть форстав, есть кому помочь, но бывают ситуации, когда все уже потрачено, все занято. Медуза очень страшная. Я вот смотрю на эти артефакты, да, Манки Кинг Бар, Бабочка, там, БКБ, вот все такое, топ-тир предметы. И начинают игроки уже сильно-сильно упарываться по выкупам. Да, мы видим, что практически уже у всех они есть. И вот хорошо, что не нападали, не нападали веговцы сейчас на эту Медузу. Может быть, нападут, ну, ты не, на Кентавра тоже вообще не то. И да, они просто телепортируются, они понимают, что сейчас нападение никаких плодов приятных не принесет. Мне кажется, единственный сценарий, это если на Фантомке был бы Эбисол Блейд, потому что без времени, ну, вот без контроля Медузу не убить. Просто будет нажат БКБ. Все, ей ничего не сделать. Может быть, за Эбисол пару шильных критов подловить на Вижене момент, где Манна Шилд выключен. Только вот такой сценарий, но снова приходится просчитывать на удачу. Это явно не то, на что стоит положиться, если вы хотите держать победу. Да, 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 да. Удача, она порой может просто отворачиваться. Нейчерс Профит сейчас вплотную находится к верхней Т3 башне у команды Павага. Да, сами Паваговцы идут сейчас подбивать уже казармы. Очень быстро Пикачу ломает казарму магов. Возможно, на казарму мечников вообще внимания обращать не стоит, просто там отойти, забить, пойти. Вот когда-то была популярна эта стратегия, когда еще были там Наги, если через иллюзии помнишь, там Террор Блейды через иллюзии, когда просто ломались вот эти рейнджовые бараки на всех трех линиях и постепенно додушивались, вот сплитились постоянно, потому что все три линии в любом случае проталкиваются вперед, и вы вот таким измором, такой продолжительной осадой уже начинали побеждать. Кэфы за этот матч менялись, мне кажется, от 1-1 в пользу одной и другой команды до вот совершенно неопределенных, как сейчас, например. Да, сейчас это очень похоже на равную игру, ну, правда, преимущество за последние минуты было растеряно, Вега там в районе 9-10 тысяч, она достигалась сейчас-то всего 3, естественно, это цифра смешная на топе, нападение, видимо, начинство, когда успевает, нажается там, Пит, Кентавр, несмотря на Сайленс, оттягивается к себе на ХГ, и момент, сейчас Вега упущена, вот Мечерс Профикс. Мексу оттягивается, да. Слушай, а Пашка прыгнула-то, да, прыгнула на Палантимоса, Уилла Уисп стоит, Пикачу уже без маны, просто без маны остается, а Мадара, а, Мадара окаменел. Здравствуйте. И Мэббинэкстайм тоже окаменел. Все окаменели, но слишком привлекательный Пикачу, нельзя просто так драться и не смотреть на Медузу. Подловил вроде бы Никс, Пикачу пока, пока сидит в лесу, но деревья да проедаются, вроде бы все. Нет, не все, есть еще Астрал. Ну, в принципе, да, Фантомка что, зря выкуп тратила, хочется же все-таки подраться нормально. Но БКБ, нет БКБ. А там еще сыр. Да, особенность такова, что без БКБ будет явно сложно. Ну, скорее просто пару ББКов потратили, и при этом на Фантомке он, я считаю, довольно существенный, чтобы не дать в обиду. ОД с Манки Кингбаром. Неплохо. Все, что могу сказать. Олкотла заметили? Ну, в принципе, всех заметили, да, Фарион вовремя ориентировался. Ну, у него тоже цель такая, чтобы вносить урон по Медузе. Без этого никуда. Да и Кентавр там с Алибардой тоже, какие-никакие миссы таланта у него еще наверняка был взят, но ворот там все это в комбинации усложняет процесс убийства и этого героя. Естественно, вот если так в общем посмотреть, то артефакты явно к месту придется. Куда делись нули-фа-е-ры? Это же топовый предмет. Особенно для героев нападательного плана по типу там Фантомки, да, правильно нам подсказывают. Понятно, что Ибисол это по умолчанию должен появляться, но черт побери. Хочется видеть еще больше и урона, и контроля. Да, и тут вроде бы игра подвозит дабл-дэмэдж на Фантомку, а Драк, судя по всему, пока не будет. Скан Рошпита. Кстати, бонус таймер снова довольно быстрым оказывается, Рошан прямо сейчас появится. Ну и теперь Вега решили напасть с необычной стороны и могут зайти в спину. В спине, кстати, находится Медуза. Неужели ее сейчас найду? Да-да-да, ее увидели. Кикачу. Он вообще ничего не подозревает. Он просто даже не догадывался о том, что сейчас будет вот настолько больно. Палантимос в Блэкингбаре. Да, Медуза нажимает выкуп. Сразу же прилетает на святыню. Святыню, которую не было возможности разрушить. Да, Мадара неплохо на фруставчике заталкивает в пещеру к Рошану. Все, обзора по нему практически больше не остается. Нет Мадара. Мадара прячется. Там еще Рошан. Где-то бегает, бьет персонажей. Да, Пикачу вернулся. Мадара ведь без выкупа. Он недавно, он недавно его совершал. Прожимает блюр. Запрыгнуть бы на кого-то из своих, но нет. Две минуты без Фантома Ассасин. Да, Кезу вроде бы убежал. Спрятался в кучку, как обычно он это делает. Итак, какие варианты? Сейчас Павага должны... Они ловят Кезу, забирает Никса Ассасина. Еще одна неприятная ситуация для Веги. Причем у Никса бейбек есть. Я просто хотел высказать теорию о том, что сейчас идет попытка вот этими станами с ультимейта на огромном расстоянии пытаться мешать Паваге забирать Рошана. Максимально растянуть это время. И может быть они бы дожили до появления Фантомки. Но как видим сейчас, сценарий от Паваги довольно просто. Они забирают Рошана, получают Эггисыр и уже рефрешер. И пытаются подниматься на хайграун. Хотя что там пытаться? Там голые бараки на двух линиях. Да нет, на всех линиях на самом деле голые бараки. Снизу вообще один остается. Казармы везде голые. Да, пошел умирать там Земелья. Пексу мы видим тоже умирает. И вот если про Земелю можно было сказать, что у него была конкретная там цель, задача. Он хотел возможно украсть ему гиду, где-то помешать. Там может быть Рошанчика забрать, еще что-то в этом духе. И у него был выкуп. Это важный момент. То Фурич просто ласт исклеил за 4,5 минуты до возможности выкупиться. Ну, я вот хотел бы, знаешь, похайпить. Мол, сейчас интрига есть какая-то. Ну, какая интрига, если Аэгисыр, рефрешер и четыре героя мертвые. Росперит тратит бэбэк. Ник сейчас с таверны выйдет. Придется оборону вести втроем. Голые бараки, они уже сыпятся. Ну, какой сценарий, где, опять же, получается у Веги... Это доживу, я в прошлой карте говорил то же самое. Да, да, все верно. Вот Кезу сейчас не совсем отреагировал, но Деваурер отреагировал. Отличный Астрал используется. Дальше Кезу отходит, прожимает Карапасы. Ну, там БКБ на Палантимосе, на Пикачу. Они не обращают внимания на эти Карапасы. Но мы помним, у Кезу был выкуп. Да, падает последняя сторона. Последние казармы и... Нет, там одна еще оставалась где-то, или все-таки... Да, еще один барак. Последняя, последняя, да, последняя оставалась. Барак. А знаешь, что самое забавное? То, что они дождались момента выхода Фантомки из таверны, но два других героя сейчас в таверне находятся. Стоун Гейз с Медузой потрачен. Поймали Кезу, он закопался в землю, откинулся импейлом. Форсав из себя откинул. Карапасы нажал, живет пока что. Но Барак продолжает атаковать по лагам. Фантомка под БКБ решает втянуться в сражение, но Стоун Гейз, она застывает на месте. Что это? Мадара, ты чего? У него был отличный вариант. Он отпрыгнул от Медузы. Я хотел сказать, да, вроде бы грамотно все делает, да, отпрыгнул от Медузы, чтобы не попасть под действие Стоун Гейза. А потом просто пошел в ее ульт. Алло! Ну, дальше все просто. Ультимейт Котла. Последний Барак Пал. Два игрока вживые. Причем второй после бейбека с каудауном на Блэкинг Барри. Ловит стан от Свена. Подтягиваются тиммейты. Медуза Скаймак пытается выиграть немного времени сейчас мэйдж своим астралом. Эзерил подъехал уже на Кентавре. Ну, кейс, иди на фонтане. Вот тебе Атос, дружище Нейчерс Профит. Тебя отправляем в таверну и беремся за Т4. Наверняка заканчиваем игру. Но Вега пишет, ГГ соглашается с поражением. И на этом все-таки победа. Поваги в этом сражении. Да, да, да. Ну, вот их коры оказались чуточку посильнее. При том, что у Веги было столько возможностей. Столько. Вот они уже реально на десятку тогда вырвались в один момент. Продолжение следует.